Церкви и храмы давно исчезнувшие с улиц нашего города. Выставка «Вологодская старина» открылась 4 июля в центре Северная Фиваида. В экспозиции 13 макетов старинных церквей, выполненных руками Волокжанина Ивана Бабаева. С исторической архитектурой Волгды знакомилась Юлия Савинцева. Итак, вот на этом месте, где сейчас находится поклонный крест, когда-то раньше стояла церковь Спаса Обыденного. Церковь была построена всего лишь за одни сутки, в деревянном виде сначала была построена. Эту церковь возвели жители Вологда, чтобы избавить город от чумы. В 20 веке она была перестроена, здесь находился кинотеатр имени Горького, а в конце 70-х ее полностью разрушили. Восстановлением именно таких памятников архитектуры только в миниатюре и занимается волокжанин Иван Бабаев. За 12 лет он своими руками смастерил 13 деревянных макетов церквей и храмов, давно исчезнувших с городских улиц. Сегодня на выставке «Вологодская старина» вновь можно познакомиться с архитектурой древней Вологды. Глядя на эти храмы, которых сегодня мы уже нигде больше не увидим, только либо на фотографиях, либо вот в этих макетах, конечно, вот такое чувство грусти определенное, безусловно. У меня появилась мечта, чтобы как-то в день города, может быть, или в день всех Вологодских святых, сделать на площади революции инсталляцию, представить все четыре храма, которые некогда там стояли. Все макеты выполнены максимально точно, соблюден масштаб, учтена каждая деталь. Автор коллекции Иван Бабаев собирал материал около 8 лет. Помогали старые книги и фотоальбомы. Все макеты мастерил дома на подоконнике. На создание каждого уходило около месяца, а работа над всей коллекцией заняла около трех лет. До революции Вологда была очень намоленным православным центром. Здесь располагалось порядка 70 храмов. К сожалению, 21 храм утрачен полностью, 38 находятся в разрушенном состоянии на сегодняшний день. А вот эта выставка, она как раз позволяет именно предметно увидеть те храмы, которые были в Вологде до революции. Долгое время о работах Ивана Бабаева знали только родственники и знакомые. Широкую известность они приобрели после конкурса «Я люблю Вологду», на котором автор таким необычным способом признался в любви к родному городу. Коллекция оказалась в числе победителей, а работы было решено выставить для широкого обозрения. Причем специалисты считают, по этим моделям вполне можно воссоздать храмы в их первозданном виде. На сегодняшней выставке имеем возможность говорить опять о вопросе воссоздания и о вопросе сохранения памятников архитектуры. Но будем надеяться, что какую-то часть мы все-таки сможем сохранить и для потомков, для 20-го века, 21-го века. И хорошо, что у нас будет вот такой накопленный материал. Сейчас эта тема актуальна как никогда. В рамках проекта «Северная Фиваида» речь идет о развитии в областной столице паломнического туризма, в частности о реставрации 30 храмов и церквей в центральной части города. Глава Вологды Евгений Шулепов совместно с епархией уже наметили план работы по восстановлению вологодских святынь, чтобы потомкам не пришлось узнавать о них исключительно по макетам.